На телеканале ЛАБА время новостей. В студии Людмила Никонова. Здравствуйте. В этом выпуске. Лабинские полицейские раскрыли разбойное нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Преступник избил 94-летнего пенсионера. В администрации состоялось совещание по проведению месячника военно-патриотической работы. А в преддверии крещения городская власть обсуждает вопросы безопасности праздничных мероприятий. Меньше часа потребовалось лабинским полицейским, чтобы задержать ранее судимого молодого мужчину, совершившего разбойное нападение на 94-летнего ветерана войны. Преступник ворвался к фронтовику вечером и избил его с целью ограбления. На этих кадрах архивной съемки фронтовику Александру Яковлевичу помогают по хозяйству волонтеры. Никто не мог предвидеть, что через год в этом домовладении произойдет разбойное нападение. К 94-летнему пенсионеру, слабовидящему и слабослышащему, ворвется неизвестный и забьет беспомощного старика с целью ограбления. Сегодня соседи недомевают, как такое вообще возможно, ведь это ветеран войны, уважаемый человек. А когда пришла туда, туда меня милиция позвала, то там все было разбросано и в крови все было. Он его сильно избил. Ну как невестка говорит, голову побил, руки, ноги, он на ногах не может стоять даже. Вот как дедушка. А он прошел две войны, финскую и отечественную, великую отечественную. Он ветеран войны и труда, заслуженный ветеран труда. Он получал хорошую пенсию. Жил он очень хорошо. Придя в себя, ветеран обратился за помощью к соседям. Избитого пенсионера госпитализировали в центральную районную больницу. Сегодня он идет на поправку. К нам вечером где-то примерно 22 по скорой помощи поступил пациент 93-х лет с множественными ушами, ссадины, тело, конечностей. После обследования госпитализировано в травмоотделение. Обследовали дополнительно, лечили, получал лечение. На данный момент выписан из отделения на амбулаторное лечение и забран родственниками по месту жительства. Чтобы раскрыть это преступление, лобинским полицейским потребовалось меньше часа. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Полицейские задержали грабителя недалеко от дома ветерана. Когда сотрудники полиции выехали на место происшествия, так же было установлено, что преступник забыл на место происшествия свою куртку и сотовый телефон. И когда, отрабатывая улицы, сотрудники Лондровского увидели мужчину убегавшего. Когда его задержали, то они увидели у него на руках, на одежде, следе крови. После чего был доставлен в дежурную часть и в результате чего он без каких-либо доказательств признался в своем содействии и совершении данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 162 Уголовного кодекса. Разбой с незаконным проникновением. Максимальный срок наказания предусмотрены санкцией данной статьи до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие. Фронтовика забрали родственники, а те, кто жили с ним по соседству долгие годы, считают, что тот, кто поднял руку на инвалида, не заслуживает прощения. Отрубить руки и пустить по народу и написать таблицу, что он издевался над ветераном войны, который дал людям все. Нападения и ограбления пожилых людей в последнее время стали очень распространены. Для преступников это самый легкий способ наживы. Ведь достойного сопротивления такие жертвы обычно не оказывают. В районе началась подготовка к проведению месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Он пройдет с 19 января по 23 февраля. В специальной комиссии определён план мероприятий, который обсудили на заседании Координационного совета. В этом году месячник посвящен 70-летию освобождения края и Лобинского района от фашистских оккупантов. Подробнее расскажет Наталья Литвиненко. Месячник оборона массовой и военно-патриотической работы следует провести так, чтобы воспитывать в сегодняшней молодёжи настоящих патриотов России и, прежде всего, людей высоконравственных. И это главная цель данного мероприятия. Сегодня нужно активнее привлекать подрастающие поколения к участию в общественной жизни, и многое будет зависеть от того, как они спланированы и подготовлены. Отметил в ходе обсуждения заместитель главы района. По мнению Игоря Юренко, в районе наработан большой опыт в организации проведения месячника оборона массовой работы. Сложились замечательные традиции патриотического воспитания, сохраняется связь поколений. В этом году какая особенность существует проведения и месячника, и всей военно-патриотической работы в течение всего года. Это год 70-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому в качестве общего пожелания все мероприятия необходимо проводить именно под этим лозунгом и девизом. Так рекомендовано было нам краем, да и мы с вами люди тоже понимаем, что такая серьезная дата. И, к сожалению, чем дальше от событий Великой Отечественной войны, тем все меньше остается ветеранов и все меньше в памяти тех событий, которые проходили в тот период. Наша задача с вами ни в коем случае нельзя это забыть, ни в коем случае нельзя придать забвению. Вот, к сожалению, те социологические опросы, которые мы проводили в прошлом году, среди молодежи, среди школьников, среди неорганизованной молодежи, среди взрослого населения, показывают, что, к сожалению, многие моменты из памяти народной стираются. Поэтому, как раз сейчас в ходе месячника и в ходе вообще работы в 2013 году, необходимо нам сконцентрировать усилия на том, чтобы ключевые значимые события Великой Отечественной войны, да и вообще военных побед России, русского народа, казачества во всех вооруженных конфликтах, войнах, они должны быть почвой для воспитания нового поколения. Как было отмечено на заседании, Лобинскому району есть чем гордиться и на кого равняться. А 2013 год ознаменован сразу несколькими событиями. Следует череда у нас сразу дат. Это и 70 лет освобождения Лобинска, и годовщина ДСАФ, к сожалению, их нет. Сегодня там по уважительной причине, но мы с ДСАФом отдельно еще проработаем их блок мероприятий, которые они запланировали. В 2013 году основной акцент планируемых мероприятий по патриотическому воспитанию будет сделан на 70-летнюю годовщину освобождения Лобинского района от немецко-фашистских захватчиков. В плане не только торжественный митинг, это и тематические выставки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, присвоение образовательным учреждениям имен военных и политических деятелей России и многое другое. 25 числа Лобинский район, 25 января, будет праздновать 70-летие освобождения района. В связи с этим я хочу обратиться с каким моментом. С нами уже связывалась администрация края. Этой дате, 70-летие освобождения Кубани, будет уделяться в течение всего года. Будут идти мероприятия по различной линии, по военно-патриотическому воспитанию, по работе с ветеранами, работа советов ветеранов и по направлению молодежных организаций, архивов, культуры и так далее, и так далее, и так далее. Торжественное открытие месячника оборона массовой военно-патриотической работы состоится 19 января. Именно в этот день исполняется 89-й годовщина образования войсковой части 3219 внутренних войск МВД России. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лабам». Уже на этой неделе, 19 января, православные отметят крещение Господне, при деле которого городская власть традиционно решает вопрос обеспечения безопасности во время крестного хода и купания. На «Лабе», в том месте, где будут оборудованы купель и палатки для переодевания, прошло бы зное совещание администрации лабинского городского поселения. На нем побывала Татьяна Чистова. Сейчас мы должны оговорить детали и организованно, и по плану их выполнить. Если где-то какие-то неучтенные моменты, учитывая опыт всех присутствующих, мы должны подготовиться, провести это все культурно, организованно, чтобы это был в самом деле православный праздник, который является одним из самых главных у нас церковных праздников. Для многих жителей Лабинска стало привычным купание в праздник крещения. Для властей главное в этот день – обеспечить безопасность граждан. Поэтому на выездном совещании обсудили все необходимое для того, чтобы праздник прошел без непередвиденных ситуаций. На берегу Лабы, реки Лаба, в районе Котлованов будет организована купель и организован крестный ход с освещением купели и проведением этого праздника крещения Господня. В районе места купели оборудуют стоянку для автомобилей, чтобы место непосредственно вблизи купели было не загромождено машинами. Будет подготовлен удобный спуск к реке и специальные трапы для схождения в воду. Также установят палатки для обогрева и переодевания. Здесь же развернут полевую кухню. Горячий чай будет предоставлен всем желающим. С 18.00 и с 20.00 будет организовано дежурство здесь силами Кубань-Спаса, нашего отдела полиции. Значит, скоро помощь будет, медицина на всякий случай. Ну, потому что люди начинают это празднование неорганизованно в ночь с 18.00 на 19.00. Хотя сегодня надо отметить, что это неправильно. И правильно, вот, начиная с крестного хода в 10.00, 19.00 сюда прийти, значит, как положено провести его. И спокойно, без каких-то происшествий, значит, нам надо его провести. Представители полиции и казаки с 20.00 часов 18.00 января и до 14.00 часов дня следующего организуют охрану общественного порядка на правом берегу Лобы и других водоемах города. Также будет обеспечена безопасность движения людей в колонии к месту купели. Всех приглашаем на этот праздник, который будет проходить с 10.00 утра до 14.00-15.00. Ну, мы будем здесь находиться до последнего человека, который пожелает принять участие в этом. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Пришло время узнать о погоде, и я передаю слово Ирине Бирюковой. Ирина, каковы прогнозы синоптиков? Небольшая облачность сохранится, температура повысится. Подробнее через несколько минут. Этот выпуск новостей подошел к концу. Всего доброго. До свидания.